Всем привет дорогие друзья, добро пожаловать на первое видео по Евротрак симулятору и сегодня я вам покажу и расскажу как же прописать себе двигатель от Volvo на любой другой грузовик ну и можно в принципе много что так сделать, много что поменять допустим, для начала мы первым делом что делаем, мы заходим к себе в настройки профиля нужно убедиться что у нас выключено облачное сохранение Steam вот видите здесь есть галочка, у кого-то она будет стоять, у кого-то ее не будет если у вас ее нет, тогда ничего не трогаем если есть здесь галочка, убираем эту галочку, нажимаем применить выходим и заходим обратно на свой профиль после того как мы зашли на профиль, выбираем себе два грузовика первый грузовик, это с которого мы будем снимать двигатель допустим, Volvo, ставим сюда 750 сил, движок, все отлично потом второй грузовик, на который мы будем устанавливать этот двигатель ну, возможно вы там будете менять коробку в общем, не важно, просто нам надо два грузовика один будет донором, другой будет тот, на кого мы все это будем устанавливать я беру Mercedes, как второй грузовик, на который я буду устанавливать все донор, у меня будет мой вольвешник покупаю этот Mercedes, ставлю его в любой салон, вообще без разницы и делаю сохранение делаем любое сохранение, главное, чтобы вам было понятно, что это за сохранение, чтобы вы запомнили я допустим назову его так все, после того, как мы сохранились, теперь мы сворачиваемся на рабочий стол и запускаем программу TSS eTools после того, как мы свернули игру, запускаем программу ссылку на эту программу я оставлю в описании под этим видеороликом кто не поймет, как им пользоваться найдите видео на YouTube, их очень много, как пользоваться этой программой в принципе, ничего трудного нет скачали, закинули в папку, разархивировали архив и все никаких проблем с этим не возникает никогда вот, загружается у нас наш профиль выбираем ETS2 выбираем наш профиль вот мой, вот мое сохранение выбираем именно не автосейв, а сохранение, которое вы назвали как-то по-вределённому нажимаем расшифровать потом открыть папку после открытия папки мы заходим в game да, кстати, важно, чтобы если вдруг у вас не в режиме блокнот открывается тогда нажимаем открыть с помощью и выбираем блокнот чтобы открыть именно через блокнот, иначе по-другому это у нас просто не получится ну и все, вот мы открыли с вами while game теперь нажимаем теперь нажимаем control F и пишем у меня здесь же написано transmission ну, допустим, мы меняем двигатель пишем engine нажимаем показания вниз и ищем название нашего грузовика у меня их полно-полно вот, Volvo FH 16 2019 год 750 сил тут, в принципе, все понятно и копируем все, что находится в скобочках в этих кавычках кавычки сами не копируем без них вот, все, взяли мы отсюда, скопировали теперь идем дальше ищем наш Mercedes вот, дошли до Mercedes Actros и теперь выделяем все, что здесь и вставляем наш двигатель который мы скопировали сверху если вдруг пролистали просто нажимаем вверх галочку и листаем обратно вверх если хотите трансмиссию то пишите transmission какие-то другие запчасти тоже просто вбивайте здесь в поиски берете нужную вам деталь копируете ее полностью только не вырезайте, а именно копируете копировали находите нужный грузовик, куда вы хотите это вставить и вставляете сюда все, теперь закрываем сохраняем это нам больше всего не понадобится можем закрывать TSS E-Tools тоже он нам больше не пригодится теперь после того, как мы перешли игру заходим загрузить сохранение и загружаем наше сохранение которое мы сделали и пересаживаемся надо было сразу, правда, пересесть ну ладно, ничего страшного мы пересаживаемся на наш грузовик который мы купили это у меня Mercedes Actros вот видите, даже здесь уже пишут 750 лошадиных сил как и, собственно, на Volvo хотя второй такой же Mercedes на нем 320 собственно, вот мы за рулем нашего грузовика Mercedes Actros звук мне кажется, вы понимаете что этот звук никак не от Mercedes на 320 сил это звук именно от Volvo на 750 вроде бы все больше никаких проблем у вас не должно возникнуть вот с этим все должно у вас получиться если вдруг какие-то будут вопросы можете задать мне в комментариях в описании под этим видео либо же написать в Дискорде в личное сообщение я вам помогу разобраться и на все отвечу ссылочка на программу TSS E-Tools будет в описании там тоже я надеюсь у вас никаких проблем не возникнет с этой программой и все у вас получится а на этом все всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на мой канал всем удачи и пока спасибо 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 спасибо